Есть ли жизнь на кладбище? Ответ на этот вопрос знают в поселке Добром Липецкой области. На месте, где раньше был сад и огород, теперь территория погоста. Рассказывает Алексей Шибалдин. Вот видите граница нашего участка, вот угол сарая, где мы животных держали, теперь мы не можем тут держать. А вот если я пройду шагами, вот, то вот уже, вот оно кладбище. На месте этой неширокой дороги раньше был вишневый сад, который принадлежал семье Корякиных. Когда кладбище стали расширять, деревья пришлось спилить. Плоды стали непригодны для пищи. Огородом не пользуемся. И вот это, что вот эти похоронных, вот мы участвуем в похоронах. А почему огородом не пользуетесь? Да, потому что Санпин запретил нам. В местной администрации возмущение жителей поселка понимают. Тем более, что есть решение суда и Роспотребнадзора о том, что на этой территории уже жить нельзя. Ну и хоронить людей пока негде. Новое кладбище в Добром откроют только в середине декабря. Люди просто соблюдая правила Роспотребнадзора, а это не ближе, чем 50 метров, подзахоранивают либо в старые захоронения, либо у кого-то там они эти места как бы, ну, были ранее, не приобретены, выделялись. Судебное разбирательство между Корякиными и администрацией поселения длятся уже несколько лет. Чтобы семья могла переехать на новое место жительства, дом неоднократно оценивали. Липецкий областной суд встал на сторону Корякиных и назначил независимого эксперта. Он оценил дом в 4 миллиона. Понимание есть. Правила Роспотребнадзора как таковы нарушены. Но мы не согласны с оценкой суда. Все считают, что мы хотим воспользоваться и лишь получить деньги за это. Но никто не понимает, что значит уехать из дома, где прожили 35 лет, где родились дети и где родились внуки. В администрации Доброго однозначно говорят, что таких денег в бюджете нет. И сельский совет не будет выделять 4 миллиона на покупку нового дома. Но где теперь жить Корякиным тоже не знают. Если в Добром до кладбища буквально подать рукой, то в Новосибирской области добраться до погоста не так просто. Несколько лет назад земли сельхозназначения недалеко от поселка Светлый отдали под индивидуальную жилищную застройку. Нарезали на участки и выставили на продажу. В самом центре будущего коттеджного поселка оказалось действующее кладбище. Я считаю, что это беспредел. Но как кладбище, оно было, есть и будет. Там столько людей с этого поселка похоронено. Деревня, которая была, ее давно нет. Поля скупили. Будут застраивать рядом с кладбищем. И нового владельца земли судьба могил не беспокоит. Территорию кладбища теперь окружает земляной вал. Владелец ближайших земель, который ров этот сделал, озвучил такую версию, что построят новое кладбище, а данное, грубо говоря, сравняют с землей. Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Минстроя готовит новый проект закона о погребении и похоронном деле. По мнению чиновников, сегодня перечень гарантированных услуг не отвечает запросам граждан. Поэтому они предложили ежемесячно отчислять определенную сумму заработной платы на погребение. Это будет гарантировать людям достойные похороны. На какие средства будут провожать в последний путь тех, кто не заработал на похороны, пока не ясно. Продолжение следует...